4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Для безопасности гуляний в этот день в Красноярске уже перекрыли движение транспорта по некоторым улицам. Обо всем более подробно нам прямо сейчас расскажет моя коллега Мария Филиппова. Она сейчас в студии. Маш, где уже нельзя проехать и что ожидает красноярцев? Да, Илья, действительно уже перекрыли проезд по улице Урицкого от Перенсона до гостиницы Красноярск. Сегодня в 2 часа ночи движение транспорта ограничат и с другой стороны театральной площади. На Баграде от Перенсона до Винбаума, причем парковаться на этих улицах уже также нельзя. Но если вы все же решите приехать на праздник на своем личном авто, оставить его можно будет на ближайших парковках. Это на набережной возле реки Несей, с правой стороны от коммунального моста и в гостиничном комплексе. Все ограничения планируют снять в 6 часов вечера 4 ноября. Для водителей также замечу, что сотрудники ГИБДД на протяжении всех выходных будут массово проверять автомобилистов на трезвость. Но еще немного о транспорте. Расписание электричек в праздники также немножко поменяется. Завтра они будут ходить как в субботний день. Что касается выходных, то в эти дни пригородные поезда будут ходить как и всегда. Исключения есть лишь на некоторых маршрутах. Более подробную информацию можно получить на сайте Краспригорода или по телефону РЖД, который вы сейчас увидите на экране. Да, телефон не увидели, но если кому-то потребуется, можно позвонить к нам в редакцию, мы номер подскажем. С транспортом понятно, а что со зрелищами? Где праздник можно будет провести с семьей, с пользой? Где будет завтра интересно? В плане развлечений красноярцам также не придется скучать. Очень много мероприятий запланировано на этот день. Кроме традиционной театральной площади, можно посетить продовольственную ярмарку на парашютной 9Б. Организует ее ГУФСИН. Начало в 11.00. Красноярцы здесь могут купить продукты высокого качества, посмотреть автобронетехнику, оружие. И показательные выступления сотрудников спецназа и кинологов. Также я напомню, что в Красноярске продолжается ярмарка книжной культуры. И те она будет все выходные. Еще можно посетить множество лекций и мастер-классов в МВДЦ «Сибирь» или попасть на музейную ночь 5 ноября. Также наш край принял участие во всероссийской акции «Ночь искусств» в ее рамках 4 ноября. Театр Пушкина приглашает всех желающих на театральный капустник с традиционным капустным пирогом. Кстати, у посетителей будет возможность попасть за кулисы или смастерить собственный макет театрального костюма. Начало в 22.30. Вход абсолютно свободный. Также в рамках акции мероприятия пройдут и в научной библиотеке, и в Краеведческом музее. Подробно с программой можно ознакомиться на сайте Министерства культуры. Ну а для тех, кто предпочитает проводить выходные максимально активно, фан-парк «Бобровый лог» открывает горнолыжный сезон. Уже работает так называемая легкая трасса номер 13, учебный склон, прокат инвентаря и инструкторские школы. В сам праздник планируют открыть еще две трассы, седьмую и девятую. А на этом у меня все. Илья. Спасибо большое. Главное с пользой провести эти три выходных, погулять на свежем воздухе, учитывая, что погода к этому будет располагаться. Спасибо. Это была Мария Филиппова. Спасибо.